Всем доброго времени суток. Меня зовут Сергей. Я работал в московском метрополитене в электродоповладыкином должности джинстоинструктора локомотивных бригад. В конце апреля началась история не только моя, но и моих коллег. Нас начали вызывать к руководству своих подразделений и выявлять наше политическое настроение. Ну, когда меня вызвали в конце апреля, первый раз, я сказал, что отношусь к всему нейтраленному и ко мне это отношение никого не имеет. Причину такого разговора я так и до конца не понял. Через неделю меня вызвали снова руководство и повторили тот же самый разговор. Я понял что-то неладное и уже мой непосредственно руководитель, заместитель начальника ДПП эксплуатации сказал, что что-то там утекло в сеть и где-то я там что-то состоял вроде как-то. Я так до конца не понял, но понял, что происходит что-то странное, поэтому обратился в независимый профсоюз работников ГУП Московский металлопитен к его председателю гостя Николая Сергеевича и продолжил пока что дальше работать. После майских праздников уже 12-го числа меня вызвали очередной раз и я уже понял, что скорее всего сейчас будет разговор состояться на тему увольнения. Я зашел в замку эксплуатации со мной мило побеседовал, разговаривали совершенно на разные темы и я как бы намекнул, ему сказал, что я уже в принципе готов, что меня сейчас уволят. А когда я ему сказал, у него загорелись глаза и было видно, о, а куда ты пойдешь и где ты будешь дальше работать. Я говорю, пока не знаю, надеюсь, что все-таки не уволят. Ну, когда зашли мы туда, замк эксплуатации попросил меня выложить на стол мобильный телефон и зайти в кабинет, видимо, чтобы я не записывал разговор. Когда зашел в кабинет, мне стало уже ясно очевидно, зачем меня пригласили, потому что сидел начальник отдела кадров, главный инженер, который выполнял обязанности начальника электродепо и замк эксплуатации, где мне предложили, сказали, что не будем тянуть, дали мне приказ по соглашению сторон. Я им вежливо объяснил, я говорю, что у меня довольно-таки дежелое материальное положение, я единственный кормилец семье, а у меня жена, которая только вышла из декрета и уволилась со своей основной работы, потому что еще новый, и двое маленьких детей, 5 лет и 3 года. Ну, их как бы это не смутило, они сказали, что если ты подпишешь по соглашению, тебе будет проще найти новую работу. Я сказал, что на рынке труда сейчас нет новых работ, зарплаты около 110-120 тысяч рублей. Ну, они просто молчали, искали подписывания. Я сказал, что я подписывать ничего не буду, вы решайте сами, что вы будете дальше делать. Они говорят, ну там мы уволим тебя по статье. Я говорю, по какой статье вы собираетесь меня увольнять? Я понимаю, что уволить меня могут только за две вещи, или за барагулу, либо за состояние алкогольного опьянения на рабочем месте. Но в данный момент, когда мы беседовали, я уже был не на работе, к тому же я был не пьем. Вот. И, соответственно, только прогул оставался. Ну, они так и не сказали, чего. Самсонов, главный инженер, сказал, начальнику отдела кадров, пройти к себе и заполнить документы по статье. И искал меня ждать. Я посидел 5 минут, после чего подумал, смысл мне тут сидеть. Я искал, что у меня сын приболел в дом, мне надо, необходимо уйти на больничный лист. Когда выйдут с больничного, то мы уже дальше обсудим, что в этом не хотели. Ну, и как бы взять, решил паузу, чтобы разобраться со ситуацией, потому что я так и до конца не понял, зачем это все связано. Когда я пришел домой, оформил больничный лист, мне неоднократно звонил заместитель начальника ГИКО по эксплуатации Маслянкин и предлагал подписать по соглашению сторон, уговаривая меня тем, что в сентябре, когда все уляжутся, меня опять же возьмут на работу. Но, зная опыт предыдущих коллег, плюс я занимал не последнее место в ДПО и прекрасно знал, что если человек увольняется, дальнейшее восстановление идет только через управление метрополитом. Соответственно, если меня уволили с их подачки, то вряд ли меня восстановят на работе. Я сказал, что, естественно, я этого делать не буду. Я выйду с больничного, тогда мы дальше все обсудим. Но, удивительно, в 6 вечера мне приходится смска Сбербанка с расчетом. Я очень сильно удивился, даже не понял, может ошибка какая-то. А в 9 вечера пришло уведомление с госуслуг о том, что я безработный, мне необходимо встать на бирже трона. Естественно, это меня как-то очень сильно подкосило. И на следующий день, когда жена вернулась в собеседование, я поехал на работу, чтобы посмотреть вообще, что происходит. Мне выдали приказ об увольнении, естественно, мы не подписаны, где фигурировал прогул за 12 мая. То есть последний мой рабочий день был составлен акт о прогуле. Я попросил познакомить меня с этим актом, но, естественно, мне его никто не дал. Сказали, что это рабочая документация, она останется на работе. Мне ее как бы выдавать не обязательно. И даже посмотреть не надо. Я радостно потираю руки, зная, что меня не могут уволить за прогул последний рабочий день, потому что нам как минимум дать два дня на даче объяснений. Обратился, опять же, в независимый профсоюз, где мне помогли составить иск. 31 мая иск был готов, и мы отправили его по почте в Темирический районный суд. А суд его зарегистрировал только 22 июня. После чего назначил дату предварительного судебного заседания, это было в середине июля примерно. Мы пришли с Елисием еще, потому что наши суды происходили в одно время, то есть один с другим. Начали его, потом мой. В одной и той же суде Черкащенко Юлия Анатольевна. На предварительном судебном заседании ничего не изменилось. Метрополитен сказал, что у нас уволили вполне законно, и все нормально. Ну, на этом разошлись, и через месяц, уже в начале августа, было назначено основное судебное заседание. На первом заседании я впервые увидел свой акт о прогуле, который оказался уже 21.04. То есть в приказе стоит 12.05, а по факту стоит 21.04. Я начал спрашивать, а где же фигурирует 12.05? На что юрист просто молчал, не отвечал ни на мои вопросы, ни на вопросы сюда, ни на вопросы прокурора. Я предоставил проверку из Государственной инспекции труда, где было указано, что этот акт существует от 12.05. Есть два, оказывается. Оба, естественно, поддельные. 21 апреля и 12 мая я был на работе и выполнял свою должностную обязанность. Судья отправил запрос через меня, чтобы я передал Государственный инспектор труда на проведение проверки и запрос в метрополитен на предоставление журналов, которые искал, где я расписывался, которых в эти дни к этому работе. На следующее заседание уже второе. Я принес документы, подтверждающие, что я был на работе. Метрополитен же не принес ничего. Ни запросы и Государственный инспектор труда также не отреагировал. Ни метро, то есть уважения к суду было никакое у всех участников процесса, кроме меня. И в это же заседание, на второе, я вызвал пятерых свидетелей. Это оператор линейного пункта и место, где инкриминировать мне прогулок, линейный пункт Владыкин. Оператор линейного пункта находился там 12 часов, никуда не отлучаясь, максимум в туалет на 5 минут. Она подтвердила, что тех лиц, которые вставляли акт, а все те лица, которые вставляли акт о прогуле, были работниками электродепо и на линии никак не могли появиться. То дело, что их не было. Подтвердил машинист-инструктор локоматин и даригат такой же, как я, что этих лиц не было. И три машиниста, которые подтвердили, что я во время работы находился с ними. То есть я вначале проводил конструкторскую поиску с одним, а второму прорабатывал необходимые новые документы и с третьим совершал тиристорную обкатку с 7 маршрута. Это уже было вечером. Эти пять рассвидетелей, плюс я, плюс член независимого профсоюза, плюс мой защитник расписали каждую минуту нахождения меня на работе 21.04. Вроде было все ясно и судье, и прокурору, да и даже юрист-метрополитен уже ничего не мог сказать, потому что было все понятно. Перенесли на третье заседание. На третье заседание вызвали уже свидетелей, но опять же никто не пришел. То есть опять полностью проигнорировали. На третье заседание, когда мы пришли, это заседание было назначено 17 сентября. В тот день проводились выборы, и судью вызвали в Мосгорсуд, поэтому заседания не было. Но опять же запрашиваемых свидетелей со стороны метро так и не явилось. Это явилось основной причиной переноса заседания. А с четвертого заседания начался цирк во всей его красе. Прокурор начала затягивать за чем-то заседание, попросил его перенести. На наши вопросы зачем, когда, может, все понятно, когда каждую минуту рабочего времени, пояснили. Она сказала, что ей нужны графики работы людей, которые подписывали акты. Я сказал, что есть копия моего графика, потому что главный, кто составлял акт, такой же машинист-инструктор, как я, и его рабочий день видим. Я говорю, ну это не имеет никакого значения к делу. Уже подтвердили, что их не было в том месте, где фиксировали акт по прогуле. Но прокурор сказал, что ей нужны графики с синими печатями, потому что они являются очень сильным доказательством. Естественно, через две недели прошло уже пятое заседание. Пришел новый юрист-метрополитен, который заявил, что графики с синими печатями мы не предоставляем, потому что копии достаточно. Прокурору было уже все равно. Я видел судью, как она настроена в предыдущих заседаниях. Она была довольно-таки веселая такая женщина, улыбчивая. Но на пятом заседании она была темнее тучи. Она смотрела все заседание в стол и никуда больше. Молчала, никак не реагировала на происходящие вещи. Юрист-метрополитен нес несусветную чушь о том, что я взял больничный специально и не предупредил об этом заранее. Я спросил заранее, за сколько? За неделю должен был предупредить, за три дня, за сутки о том, что я буду брать больничный. Я позвонил опутодателю и принес детализацию звонков, где было отражено, что я связывался со своим непосредственным руководителем, на что они заявили, что это не является доказательным. В конце заседания прокурор бегал быстро, сказал, в принципе, все по факту. Он сказал, что мое рабочее место не установлено, что свидетели подтвердили, что я был на работе, что есть техническая ошибка в документе, как они называют, хотя это не техническая ошибка, а просто скрытие документов, потому что прогул изначально был 12 мая. Плюс заплатные критки у меня были, которые показывали о том, что мне все было за апрель оплачено. Все подтверждает о том, что прогул в апреле у меня не было, и прокурор просит меня восстановить на работе. Далее судья уходит на решение, все встают, прокурор уходит, проходит две минуты, и судья уже выходит с решением. О том, что я понимаю, что решение уже лежало на столе, она просто подошла, постояла минутку и вышла опять. Я зачитала решение о том, что мне необходимо отказывать в иске. Естественно, честно говоря, это вызвало у меня очень сильное удивление, и я до сих пор нахожусь в шоковом состоянии, потому что это, грубо говоря, меня плюнули второй раз. Первый раз 12 мая, когда уволили ни за что по статье, и второй раз меня плюнул на судья, который выдал такое решение, и на данный момент я еще не получил мотивированное решение по этому делу. Просто будет даже интересно почитать, что там будет написано, как можно было перебить пятерых свидетелей и все мои документы, которые я принес. Напомню, что метро, кроме акта прогуляния, предоставило больше ничего. В данный момент буду, естественно, подавать на апелляцию, потому что нахожусь сейчас в довольно-таки очень сложном материальном положении. со статьей о прогуле работу я нормальную уже найти вряд ли смогу в государстве, а работать за гроши я просто не смогу, потому что этого не хватит для того, чтобы прокормить мою семью. Поэтому я верю в объективность, честность Московского городского суда, который будет рассматривать мою апелляцию. Желаю всем удачи, боитесь за свои права. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова